всем привет добро пожаловать на мой канал лоя арт-терапи вот сегодня почему-то перевернуто было сегодня я хочу сделать обзор на вот такие красочки от белых ночей вот этого такая вот упаковочка то есть она продается вот в таком виде то здесь написано металлический пенал 21 киви значит это о чем уникален этот набор почему именно этот почему не какой-то другой это во-первых 21 цвет да то есть это достаточно много при этом он по по занимаемому месту до не такого шабьем на посмотрите вот допустим сравним вот у меня есть вот такой вот набор это всего 12 цветов посмотрите он ненамного меньше плюсом широкий посмотрите какой да и при этом здесь всего 12 а здесь 21 это очень классно вот поэтому как минимум потому что здесь больше помещается в более компактный пенал это первое второе смотрите здесь пенал то есть позволяет вот так вот на пленерах если что вот за колечко ты держишь и вот так вот то есть это не обязательно допустим вот можно вот здесь вот смешивайте здесь если что если вам нужно все-таки палитра да то есть мы опять таки вот так оставляем вот и таким образом вот рисуем это очень удобно на пленере это прямо незаменимая вещь вот хотя в принципе как бы металлические пенал и мне не очень нравится больше люблю если честно керамику да то есть вот такие керамические палитры или же пластмассовые на удивление действительно на них лучше краска ложится чем на металлические на металлических но если хорошенечко обработать этот пенал внутри наждачкой такой очень-очень легкой наждачкой то он достаточно хорошо тоже себя ведет поэтому это тоже не проблема значит смотрите здесь вот этот набор именно подбор цветов до был сделан с участием художницы елена базановой вот собственно здесь на вот этой вот так скажем на собственно именно этого художника иллюстрация находится на вот этой вот коробочке да то есть на лицевой стороне вот и в принципе если смотреть по цветам то достаточно неплохая неплохой набор да мы видим что лимон лимонная точнее кадмиевая лимонная арелион кстати очень мне нравится этот цвет у них кадми ела в медиум и на пол съела улает да это не неаполитанская светло-желтая и кадми желтый средний но они укрывистый да то есть они будут перекрывается линар там карандаш буду сильно закрашивать вот но опять-таки допустим если вы их добавляете совсем чуть-чуть в какие-то смеси то они могут дать интересные оттенки смотрите вот мне очень нравится что здесь есть ультрамарин вайл и до ультрамариновый фиолетовый и кинокридон вайл и тоже фиолетовый хинокридон ультрамарин фиолетовый он идет полуукрывистый да а вот этот прям прозрачный кстати очень мне нравится этот цвет собственно рубина вы тоже смотрите прозрачная это очень хорошо да то есть ты часто используем и цвета и проблема в том что в некоторых основных палитрах почему-то добавляет например вот эти но оттенки красного добавляет полуукрывистые я люблю когда в палитре обязательно есть цвета основные цвета это очень важно чтобы именно основные цвета были чтобы они были полностью прозрачные очень люблю прозрачную акварель поэтому смотрите лимонная она прозрачная аурелион это в принципе теплый желтый в отличие от лимонный это тоже прозрачная золотистая темная вот не знаю кстати насчет этого цвета не не работала до этого с ним это интересный будет опыт но опять-таки да это прозрачно то есть я думаю что она будет ближе к охре наверно или оранжевый ну посмотрим это мы посмотрим как вот допустим смотрите крапла красный светлый тоже он прозрачный красный опять-таки прозрачный фиолетовый хинокридон тоже прозрачный ярко-голубая посмотрим смотрите и помимо того что здесь вот есть куча прозрачных цветов основных здесь еще и стоит маркировка что у них три звезды у невской палитры три звезды это действительно очень хорошие стойкие краски я смотрю что здесь ни одного нет цвета у которого было бы меньше трех звезд и три звезды это считается в принципе в музейных условиях это более 125 лет в обычно да там в районе 100 125 лет что более чем достаточно для для жизни человека но опять-таки это тоже можно проверить да то есть если вы хотите действительно посмотреть как будут краски выглядеть и вести себя на свету да опять-таки что мы делаем и выкрашиваем делаем выкраску полностью всех цветов от темного к светлому и собственно выставляем куда-нибудь за окно где много солнца и у нас получается там через три месяца лета мы можем уже судить что стало да то есть поменялись ли оттенки то есть мы можем даже сразу сделать свежую выкраску и сравнить поменялись ли оттенки как вообще ведет себя цвет то есть в принципе вы можете это контролировать вот мне что еще понравилось что здесь есть кобальт бирюзовый здесь кобальт синий посмотрите он кстати выпадает 2 сада как кобальт бирюзовый но опять-таки кобальт бирюзовый он выпадает 2 садок потому что он имеет базу кобальта синего ультрамарин тоже опять-таки гранулируется ультрамарин фиолетовый посмотрите гранулируется кадмий оранжевый то есть именно по этой причине что здесь есть гранулирующие цвета я взяла несколько разных бумаг да то есть смотрите я взяла вот такого то такую склеечку от малевича это 20 листов стопроцентная целлюлоза мелкое зерно выглядит очень своеобразно смотрите видите такой рубчик как будто бы такая как сеточка очень интересно это мы посмотрим как ложатся цвета потом у меня есть вот такой вот уже использованный до хлопочек я хочу на обратной стороне все-таки посмотреть как будет будут ложиться например гранулирующие цвета да то есть здесь раз два три четыре 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 так пять до пять цветов в принципе нам более чем хватит и я взяла потому что кто-то может сказать почему именно гранулирующие то есть я например рисую на гладкой совершенно бумаги почему мы смотрим на то как выпадает 2 садок в текстурной бумаге но так вот я взяла ровную бумагу и посмотрю как она ведет себя на ровной бумаге значит я сейчас буду делать она сниму вот эти вот этикеточки да и мы приступим к тому что будем делать выкраску вот и плюс смотрите в этот раз уже невская палитра добавляет сюда выкраску в отличие от вот этих наборов по 12 это вот здесь где выкраска по три ряда в то время как внутри самых и коробочки да то есть но вот тут три ряда выкраски да а должно быть 4 и 3 линии да но почему-то нет почему-то они решили сделать наоборот вот поэтому я очень рада была когда увидела что действительно вот эти вот количество рядов совпадает с количеством рядов самой палитры это облегчит мне работу вот я сделаю выкраску здесь собственно но я обычно не очень люблю вот эти вот их бумаги у невской палитры они достаточно такого качества не очень ну что давайте приступим к распаковке и будем уже делать выкраску итак смотрите я распаковал аккуратненько сложил я обычно использую так прищепочку мне очень удобно потом листать смотреть цвет сейчас во время видео я не буду записывать цветами если что потом будем разбирать по ходу дела что и что смотрите палитру собственно я тоже сюда положу пеналы да то есть особая история с пеналами смотрите можно делать вот так например вот так если вы дома работаете я вообще обычно делала так то то есть вот вот так вот я делаю так это уменьшает количество занимаемого места да и при этом позволяет мне использовать вот эту вот палитру на собственно на пленнерах это на пленнерах когда ты дома до поставлю чтобы вам было видно вот и собственно вот так вот с палитрой буду тоже работать чтобы вам было видно какие у меня цвета вот между прочим это очень удобно для дома потому что смотрите здесь даже мне не надо ничего подставляет мне комфортно я как бы вот себе поставила все потому что например не знаю сейчас посмотрю в шминке как это работает но я пробовала это в рембрандте да вот смотрите у меня вот здесь видите смотрите она сразу западает вниз и за счет этого когда я ставлю она под углом под это не очень удобно лично мне вот поэтому я что-то подставляю сюда и собственно у меня таким образом доступ к краскам на вот этой платформе здесь ничего даже не надо подставлять посмотрите как она ровно сразу использовать это очень классно вот значит смотрите что я заметила в этой палитры это очень удивительно палитра потому что я такого количества желтого цвета в таком маленьком количестве красок вообще не видел у меня есть вот набор примерно такой мне кажется такое количество красок там что-то 20 чем-то сейчас я попробую найти и вернуться к вам показать какая разница это действительно очень уникальный набор по цветам смотрите у меня есть набор побольше здесь кюветок потому что смотрите надо отметить что у невской палитры кюветки полные да то есть в принципе они не экономят в этом отношении может быть у кого-то будут претензии к заполненности красок да но опять-таки я со своей стороны этих претензий озвучивать не буду меня устраивает заполненность подобным образом красок это прекрасно я видела европейские бренды которые ну там вообще просто ты начинаешь пользоваться и вываливается эта краска и там куча пустоты внутри или сама краска посажена на клей что тоже согласитесь экономит производителю краску которую они заливают в эту кювету потому что клей тоже занимает свое место поэтому насчет заполненности кюветок у меня нет претензий я очень ценю то что у невской палитры действительно полноценные кюветы и достаточно хорошо заполнены вот винсор и ньютон конечно же по цене это в два раза было дороже до в два раза кстати да это действительно было в два раза дороже вот и если посмотреть здесь сколько у нас получается 1 2 3 4 было кстати вот я сейчас вспоминаю было тоже 21 или какой-то потому что вот если вы обратите внимание у меня есть пустые вот ячейки которые которых здесь не было то есть они не все были заполнены я сюда поэтому добавила вот эти вот вот некоторые цвета и перенесла вот эти вот сюда собственно вот у меня это пару цветов из ван гога то есть там было что-то я не буду придумывать я не помню сколько но там было до что-то около 16 в районе 20 тоже но если вы обратите внимание желтые да вот этот желтый винсор ньютон раз два три три желтых охра кстати охра чудесная у винсора ньютона чего я бы не сказала про невскую палитру если я вам допустим нужно использовать для ботаники охру я бы советовала вот охру невской палитре заменить много смотрите коричневых зеленых и синих 4 штуки здесь 455 синих еще фиолетовый красный то есть очень много желтых оранжевых и красных и в принципе нет коричневых вообще обратите внимание да в невском палитре это на самом деле очень удивительно она действительно очень необычный такой набор вот и давайте посмотрим насколько этот набор действительно классный да то есть я хочу посмотреть сделать выкраску как и обещала на хлопочке у нас гранулирующие и давайте я хочу смешать вот все зеленый например ты зеленые и синие хочу смешать ну во первых зеленое давайте смешаем вот с таким вот желтеньким холодным у нас получается такого за красивый яркий салатовый это прекрасно теперь с теплым ого-го ничего себе какой прям смотрите как интересно получается я теперь понимаю почему так много у нас желтых потому что это все позволяет намешать очень много различной зелени вот смотрите синий вот я наношу синий день на и пошла смешивать с холодным желтым вот такой вот у нас получается вот такой смотрите уже такая листва более более осенние да такая более грустно посмотрите очень классно что у нас вот здесь вот вот этот вот как он называется интересный неаполитанский светло-желтый что ли да неаполитанский светло-желтый давайте я хочу попробовать вот этот ультрамарин замешать с ним получается очень интересный такой смотрите такой немножко земельный цвет но кстати в тени очень хорошо пойдет мне очень нравится этот набор я прямо действительно в восторге я не ожидала что я так оценю его посмотрите уже какие прекрасные замесы получаются вот как мало мне надо было оказывается чтобы быть в таком восторге смотрите очаровательно очаровательно я прям ну поняла теперь почему так много здесь желтого более того мы не забываем что есть еще такое понятие как смешивать синие с красным и получаясь какие-то пурпурные цвета а венецианская например она вообще дает по идее что-то прям неописуемо красиво да вот это вот мы смешали очень красивый получается цвет вот да прям такой весь и бумага бумага у меня не очень давайте я вот здесь вот попробую пока то сохнет вот здесь вот у меня много места вот вот так это смотрите я венецианскую смешала венецианскую с чем смешала с значит 509 это ярко-голубая это 509 вот видите вот так выглядит 509 я смешала с пурпурной давайте пурпурную вот так вот и будем заливать 509 вот вот такой вот у нас ой какой красивый цвет там такая играешься просто шикарно оттенков там и можно получить такой немножко коричневая ты кстати за обратили внимание что совершенно нет коричневого потому что в принципе здесь коричневым можно намешать посмотрите посмотрите какая красота на очень красивые цвета и они вы знаете такие прям такие чудесные потушенные получаются при смесях то есть они ну понятно что вот эти вот яркие с лимонными какими-то там конечно потушенными их не назовешь вот да вот эти вот яркие вот ну как быть совсем потушены но и понятно мы получаем с определенной базы да то есть с лимонных в принципе с ярко холодных желтых всегда получаются такие вот яркие да зеленые такие салатовые именно вот но и с изумрудного тоже добавление любого даже теплого желтого тоже мы получаем вот такие вот яркие вот но остальные да если например теплый с теплым синим смешать получается шикарные такие цвета я в восторге я даже не ожидала что я буду в таком восторге если честно вам наверно откажется странно смотрите я смешала только что сажу с вот этим вот ярко-голубым шикарный цвет получился видно вам видно вот прекрасно я очень рада посмотрите какой шикарный цвет это это прекрасно вообще оттенки великолепны я прям действительно очень рада искренне рада что я купила этот набор потому что я так долго не хотел его покупать я боялась что там такие странные цвета и зачем они мне нужны и что люблю с ними дед ну посмотрите какая красота вот шикарно так давайте попробуем получить коричневый очень интересно значит я беру венецианскую венецианскую красную и чуть-чуть синий синий причем вот этот ярко-голубой и домешиваю вот и домешиваю до тех пор пока я не получу коричневый на вот вот я получила в принципе холодный коричневый посмотрите вот получился холодный коричневый вот так теперь я хочу посмотреть как у нас вот этот с вот этим вот кропла красный светлый тоже попробую получить коричневый добавляю чуть-чуть но это у нас нет я не получу конечно не особо получу коричневый тут получился такой красивый фиолетовый сиреневый какой-то вот ну очень красивый цвет он классно для теней прекрасно подойдет то есть это у нас мы смешали получается кропла красный светлый с вот этим вот ярко-голубым очень классный оттенок очень прямо идеально зайдет для теней просто прекрасно значит давайте посмотрим ультрамариновый ультрамариновый ну вот давайте попробуем чем-то его замешать у нас оранжевым очень интересный цвет такой лисий лисий отлично кстати цель получился вот потом еще что можно оранжевый замешать с ультрамарином не фиолетовым ультрамаринового чистым ультрамариновым получить серый оттенок давайте чуть-чуть но можно коричневый но я хочу на серый то есть это больше синего нужно добавить чтобы получить именно серый давайте посмотрим серый прекрасный серый получается отличный смотрите мне нравится то что здесь все цвета настолько красиво сочетаются что в принципе любая смесь отлично друг другом сочетается поэтому смотрите здесь вот я добавляю оранжевый и у меня уже такой какой-то оттенок коричневого да вот эти на коричневую вообще прекрасно вот собственно что получилось сейчас я подсушу все листы и мы уже посмотрим на конечный результат как у нас по цветам как что выпало в осадок и в принципе сделаем какие-то конечные наверное выводы и итак я подсушила все вот значит смотрите я получил вот такая вот вы красочка да на ровном совершенно листе я добавила пару капель да то есть принципе ведут себя красочки очень хорошо но конечно же на гладком листе без фактуры они весьма скучные но я смотрю что именно смеси с ультрамарином и желтыми очень хорошо выглядят даже на гладкой бумаге потому что ультрамарин как я заметила никогда полностью не смешивается поэтому с будто красный или будто желтый или еще какой-то там зеленый у него всегда очень красивый смеси и ультрамарин в этих смеси выпадает в осадок и создает хамелеона это очень классный классный эффект поэтому пользуйтесь на здоровье я надеюсь что вы до этого не знали если знали то это великолепно вот но рада что если поделилась чем-то новеньким для вас вот смотрите значит здесь на хлопки да на хлопки видимо я недостаточно добавила ультрамарин и в оранжевой воды поэтому я это потом перерисую но видно в ультрамарине фиолетом что он выпадает таки в осадок да что он бы такие вот появляется вот такие вот как бы глубины да то есть вот кружочки это именно за счет того что у меня такая фактура и собственно там где вдавлено оно падает в осадок где не вдавлено оно более белое и получается так вот неравномерность да вот очень красиво вот этот вот 531 кобальт бирюзовый прям это ну это прям сказка это моя любовь вот это действительно бирюза камень бирюза шикарно вот значит это мы вот я в конце сделала выкраску вот этих вот двух оранжевый до кадми оранжевый он должен гранулировать и ультрамарин отдельно посмотрю как он гранулирует теперь смотрите на бумаге фактурной но это не хлопок то есть да то есть это полностью целлюлоза вот и я могу отметить что здесь у нас прямо вырисовываются очевидные до гранулирующие красочки давайте прям отметим очень интересно и потом проверим по палитре значит я вижу что гранулирует вот этот вот изумрудный бирюзовый гранулирует вот этот кобальт синие его вообще ни с чем не спутать вот этот гранулирует ну вот этот вот более не менее гранулирует что еще вроде ничего больше не гранулирует это то что прям бросается в глаза и охра кстати как будто бы гранулирует но она такая блеклая что очень сложно судить что там на самом деле гранулирует или вот это связующая с самой краской не не сдруживаются но давайте посмотрим значит посмотрим что я отметила но оранжевый вот этот вот у меня не получился гранулирует чтобы он гранулировал вообще но при этом обратите внимание что я обратила внимание да что здесь вот есть кадмий оранжевый следующий идет вот этот вот гераниевый красный он в сочетании получу под но дает очень красивый цвет вот такой вот розово-оранжевый очень в общем очень красиво вот цвет внутренней части персика вот возьмите на заметочку это очень красиво как собственно мне очень нравится как вступает в реакцию крапла красный светлый и вот этот вот железоокисная светло-красная или вот если перевести с английского на русский то английский красный не знаю почему именно железоокисная тут светло-красная на английском они перевели english red но он действительно я видела english red в других производителях европейских и это действительно цвет действительно этого english red поэтому видимо такой вот интересный перевод и вот собственно с вот этим вот крапла красный светлый вот этот вот как раз english red они прекрасно между собой красиво сочетаются ну вот эти желтые понятно один другой втекает ничего как бы удивительного ну просто такое как бы градиент получать а тут именно интересные смеси у нас уже вырисовались потом смотрите значит что мы отметили охра по нашей палитре не гранулирует скорее всего это связующий сок с пигментом вот дало такой эффект а значит следующий да вот этот вот english red он не отмечен как гранулирующий но если в него много воды добавить а он такой очень укрывистый то он отлично выпадает в осадок это я давно заметила значит вот этот ультрамарин фиолетовый действительно очень красиво выпадает в осадок очень мне вот нравится и кстати когда он смешивается с ультрамарином обычным он интересный оттенок такой имеет вот не знаю видно вот очень интересно можно можно хорошо играть то есть он действительно отмечен как гранулирующий видно что он гранулирует кобальт ну это очевидно он гранулирует ультрамарин я не вижу здесь чтобы он гранулировал я сделал отдельно его конечно же кобальт все что кобальта кобальта производная это конечно грануляция потому что кобальт очень сильно гранулирует вот и конечно же кобальт бирюзовый не может не гранулировать он гранулирует значит изумрудный не отмечен как гранулирующий хотя я смотрю что он действительно выглядит гранулирующим давайте попробуем замесы делать точнее замес и никакие не будем делать просто оранжевый с большим количеством воды вот сейчас прям с большим количеством воды вот так вот вот сделала такое вот облачко большом количеством воды и здесь вот так вот да и вот вот так добавим и посмотрим как он будет гранулировать мы даем второй шанс теперь я много воды вот даже вот так сделаю чтобы было побольше воды и возьму ультрамарин тоже мы дам шанс то есть вот так вот 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 давайте посмотрим здесь прям много воды вы видите то есть у меня прям кисточка прям вся мокрая вот я вот так делаю вот и то же самое с оранжевым вот давайте я вот здесь вот добавлю вот так вот вот это будет забавно я проведу его такое соединение вот и подсушу и мы вернемся посмотрим как с грануляцией нас обстоят дела потому что мне этот вопрос очень интересен и так вот смотрите я просушила естественным путем и добавила больше еще больше воды действительно здесь прям много воды и получилась грануляция с оранжевым сколько бы я воды не добавляла смотрите грануляция какая то есть но она очень такая немножко слабенькая я думаю что если добавлять ее в смеси она может давать грануляцию особенно если смешивать с какими-то уже гранулирующими будет прекрасный но в целом само по себе так весьма слабенькая гранулирует вот но ультрамарин смотрите как хорошо гранулирует вот в принципе я бы сказала что краски очень классные мне очень понравились и что приятно конечно же после долгого использования например мангогов ученических и даже в кюветах использования например рембрандта да несмотря на то что то профессиональной серии там должен должен быть высокий процент пигмента в красках я бы сказала что белой ночи всегда приятно радует конечно как и у всех у них есть свои недостатки но преимуществ явно больше поэтому вот такой вот получился обзор я могу отметить что очень удобный пенал да то есть вот такой железный классный пенал вот очень удобно достаются красочки прекрасно держится вот достаточно необычная палитра посмотрите действительно классно 21 свет и я действительно верю что вот такой вот такую иллюстрацию можно нарисовать действительно вот этим набором потому что мы пробовали да то есть действительно получается очень хорошие замесы и конечно же из этих замесов можно вот мы уже уже видим да что из этих замесов действительно можно получить то что нарисовала художница да вот и плюс цена конечно же то есть я заплатила где-то 40 евро что в два раза меньше по сравнению с любым другим эквивалентом в европейской какой-то палитре поэтому я в принципе считаю что это классный выбор вот и я буду пользоваться этой палитры я приятно была удивлена я надеюсь что и вам понравился этот обзор что возможно вы сделаете выбор в пользу или против зависит от того какие цели вы преследуете смотря этот обзор этих красок но в любом случае я надеюсь вы прекрасно провели время я желаю вам творческих успехов отличного настроения и конечно же подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всегда с вами пока пока